Друзья, приветствую! Мы сейчас в клинике со Светланой. Светлана моя подписчица, которая, я так понимаю, ты меня уже знала до того, как я еще этой стоматологией занималась. Она мне уже заранее доверяла, потому что знала, кто я, что я, и уже не раз до этого мы общались по интернету. Поэтому Светлана меня знала, вот этого страха, что здесь какое-то там мошенничество или еще что-то у нее не было. Но когда мы посчитали зубы, панические атаки начались чуть ли не каждый день, потому что Светлана очень боялась ехать в чужую страну. Она никогда не была за границей, да? Я так понимаю, ты еще и на самолетах не летала? Не летала. Не летала ни разу на самолетах. То есть, как это так? Я не знаю языка, как это так? Я вообще не была в другом месте, я никогда никуда не летала, как я вообще куда-то поеду? Вот я хочу, чтобы ты вот это рассказала, какие у тебя были страхи потом, как ты приехал, как тебя встретили, что произошло и вот что ты поняла на самом деле-то. Ну, для меня вообще самый страшный страх – это перелет на самолете. Мы когда с мужем когда-то еще, знаете, мечтали, что мы будем путешествовать. Я ему всегда говорила, что если это путешествие будет перелетом на самолете, это точно нет. Вот. И тут я, когда познакомилась с Нелли, занималась по ней. И вот этот чат стоматологический, я его, я в него вступила. Я посмотрела, мне все так понравилось. Думаю, вот мне бы тоже туда, но это самолет, это Турция. Я никогда, мне 53 года, я никогда нигде не была, никогда не летала на самолетах. И как бы 9 сентября было движение сердца. Да, у меня есть такой сеанс, он так называется и интересный. Я даже думать не думала, знать не знала. И 11 числа я неожиданно для Нелли, неожиданно для себя, я покупаю билеты в Турцию. Ты меня шокировала. Да, я понимаю, что мне надо идти в этот страх. Я в этот страх пошла. Я купила билеты, у меня не было страха никакого, но за две недели у меня начался такой мандраж. Это просто невероятно. У меня начались панические атаки, меня все трясло и меня тошнило. Но я работала, как говорила Нелли, я свой страх, я его внутри наблюдала, чувствовала, это мне помогало. Вот, и перед дорогой вчера такой небольшой мандраж был уже. Мы на машине доехали, я живу в Вологде, до Москвы. И перед тем уже вот как входить в аэропорт, у меня чуть-чуть меня потрясло, но я туда зашла. И все, я до этого три дня изучала схему аэропорта, все тщательно, досконально, я уже знала все, куда идти. И все, я села в самолет. Легко? Я легко села в самолет. Для меня это просто, вот я весь полет летела, и я просто офигевала, серьезно. Как это круто. Нет, у меня было никакого страха, ни малейшего страха лететь на самолете. Я просто летела, как будто вот, как я на автобусе еду. Я даже не знаю. Ничего такого страшного? Вообще ничего такого страшного. А я всю жизнь этого боялась. Неизвестности. Да? Неизвестности. Ну и все, меня ночью встретили. А тебе вообще понравилась посадка, взлет, как это прикольно все происходило. Вообще я все за эмоции. Или ты как на автобусе ехала? Ну, лучше закладывала так смешно. Потом прорывала вот это все. Глотать, когда ты увидишь. Да, и вот эта вот тошнота небольшая, но это вообще мелочь. Дальше. Ты выходишь с аэропорта. Рассказывай ситуацию. Я ухожу с аэропорта, блуждала по аэропорту. В общем, вышла. А потом выход только один коридор. Блуждала, да. Там все блуждали, я за ними пошла блуждать. Вы просто шли на паспортный контроль. Да, на паспортный контроль мы сразу дошли, и потом мы вышли вот в этот большой зал, где этот багаж. И мы не знали там просто в какую сторону. А потом мы вышли, и все. Я сразу нашла свою табличку. Здесь молодой человек стоял с моей табличкой. Все, он меня отвез в отель. Машина хорошая там, да? Машина отличная. Я никогда в такую не ездила. В шикарный майпах приехал. Офигенно. Черная, наверное, да? Внутри подсветка, музыка, водичка тебе там. Все, стерки. Вот, довезли тебя до отеля. Дальше. Страшно, не страшно? Ты говоришь, как я без языка в отеле заселюсь? Как заселилась? Паспорт я ему дала, и все. Он мне выписал, дал эту табличку с Wi-Fi и сказал, вот, третий этаж, номер. Ты спокойно зашла, прошла, все разобрала? Только двери не могла открыть. Почему? Потому что, ну, я первый раз с этим сталкивалась. А, ключом, да? Да, вот этим прикладывал. Картонным. Он уже поднялся, потом мне приложил и вставил вот туда. Это, оказывается, электричество я знать не знала. Потому что я никогда не была в отелях. Никогда. Ни в каких странах. Это впечатление от отеля. В первый раз в жизни жила, не загадала. Ой, да я такая уставшая была, что это. Ну, по кайфу вообще все. Я приехала, когда уже в машине ехала, и я обалдевала, что я в Турции. Ты это смогла сделать? Да, я это смогла сделать. Да, я так говорила. Я смогла это сделать. Я такая молодец. Конечно. Не смущайтесь, что елка у нас сегодня 30 сентября. Вот, в клинике Новый год. Круглый год. Вот это скажет, что за фейковое видео, но Новый год снимали. 30 сентября 24-го года. Так, значит, сегодня в 12 часов... Ты в 2 часа ночи приехала, да, по-моему? Да. Светлана в 2 часа ночи приехала. В общем, она сейчас выспалась. Утром сходила на завтрак. В 11.30 я за ней зашла в отель. В 11.50 даже. И 20 минут собиралась. Одна минута мы с отеля шли в клинику. Вот, сейчас мы пришли, все договора подписали, прочитали, сделали съемку, как будут будущие зубы выглядеть, чтобы техник знал. Вот, далее мы сели здесь за столик, пока все хорошо, пока тебе ничего не начали делать. Буквально через 5 минут Светлана уже пойдет к доктору, ну и я уже отдам ее в надежные руки. Часа через 2 ты вернешься, даже через часик, и будешь 2 часа ждать временные зубы с подпиленными. Мы со Светланой решили не делать, я ей делала несколько просчетов, импланты. Мы будем ей ставить, лечить зубы и мосты ставить. То есть там, где нет зубов, будут мостики. Вот, сколько у тебя вышло сделать полный рот, всю красивую улыбку, с мостиками, без имплантов, с лечением, ну, со всем вот этим, с отелями, трансферами, там, питанием. С отелями, трансферами? В общем, все, какая цена вышла. Так, ну, просчет мне сделали 4 260 за зубы. Ну, это где-то 400 тысяч, 400 тысяч, 200, 420 тысяч рублей. Да, это в российских одно и то же было. Я просто не знаю, какой сейчас курс, да. Последний зубы полностью. Мы не обошлись в бюджетных 38 тысяч рублей, туда и обратно. И отель 300, наверное. Трансфер это бесплатно тебе? Нет, трансфер там я имею в виду дома. А, ну, да. Отель вышел, да, бесплатно, да, чуть-чуть, наверное, меньше там выйдет, потому что 300 евро же на отель, а у меня выходит 47. Да. Меньше 300 евро вообще. Вот, сколько это выходит? Ну, в районе 5 тысяч. Меньше даже. В общем, 450 тысяч рублей полностью вся Турция выходит и плюс билеты у тебя были где-то 38 тысяч рублей. Ну, да. Плюс вот эти всякие расходы, какие расходы? Какие расходы? Вечером в ресторанчик сходим там. Куплю что-нибудь себе. Что-нибудь купить, да. Торговый центр тут рядом большой, классный. Очень классная одежда в Турции. Я прям кайфую. И целый манерам копеечные. Я на себе купила, вот сейчас мы с мамой пошли на шопинг, тысячу рублей, джинсы. Мы зашли и в Levi's, Stradivarius, потом. Забыла, какие вот бренды хорошие джинсы. Вот и что я веду? По тысячу, по тысячу пятьсот рублей купили. Офигенное качество. Просто я себе штук пять раз набрала. Мама двое или трое. Да. Я тоже думаю. Так. Когда будут красивые зубки сделаны? Через четыре дня. Вот. Мы еще раз вот такую красивую улыбку покажем. Да. Я смонтирую сюда, прикреплю. Я думаю, это будет круто вообще. Какая ты будешь довольная. Светлане нужно будет один раз прижать вот только сейчас. Второй раз уже прижать не нужно будет, потому что не будет имплантов. То есть сразу уже все коронки будут готовы. Сегодня вот лечение. Сегодня мерки снимают. Сегодня все делают. Поставят временные. И примерять постоянно. И в течение вот уже трех дней будут примерять, доделывать. Потому что компьютер идеально, точно, ровно подбирает прикус. Все делает ровно, красиво. Но наша челюсть вот такая. Ну, ходуном ходит челюсть. Уже будем потом подбирать вручную, где что доделать. Где подпилить. Вот это вот будет происходить три дня. Чтоб ты уже потом уехала и кайфовала. Есть что пожелать нашим зрителям? Чтоб не боялись ехать. Что у племя встанет. Ой, не бойтесь ехать вообще. Если вы боитесь мое коронное, то не бойтесь. Я вот сделала большую ошибку. Я чуть-чуть просчиталась. Я хотела еще в субботу здесь побыть. А оказывается, я улетаю в пятницу. Хотела еще с Нелли тут в субботу побыть целый день. Мы еще тут побудем с тобой. И завтра у тебя свободный день будет. Я все равно хотела еще потусить тут без зубов. С зубами, зубами целый день. Если что, пишите под видео все ваши вопросы. Посчитаем. Бесплатно сделаю просчет. Сделаю несколько планов лечения с разными типами имплантов. Там или протезами, съемными, несъемными. На 4-6. Это у кого вообще зубов нет. И в Денезли можно поехать. Сейчас мы в Ларе, в филиале клиники Тюля и Кол. Можно поехать в Денезли и сделать себе коронки. Это у кого леченые зубы. Не подпиливая вообще ничего. Сверхтонкий материал. 0,3 мм. Прям тоненький-тоненький. Одевается коронка. Это для тех, у кого леченые зубы. У кого здоровые зубы, можно сделать виниры. Когда тоже ничего не подпиливается, ничего не портится. Тоненькая пластиночка красивая. Кому эстетика нужна или рецессии закрыть. И такие варианты тоже можно сделать. Даже нет подпиливания. Но это будет, конечно, чуть дороже, чем цирконевые коронки. Это Десиликат, Лития, Кремний, Парцелэн. Фарфор его тут называют. Но можно только делать на 20 зубов. От пятерки до пятерки. Этот фарфор на жевательный мы не ставим. И нельзя, если бруксизм. У каждого второго бруксизма. Надо спать с капой. Бруксизм – это когда очень сильное сжимание зубов. Они вот стерты наполовину у многих. Присылают фотографии, прям стерты. Им нельзя ни виниры, ни вот эти вот красивые коронки. Только вот спиливать зубы, ставить коронки. Я, кстати, списывалась в Воланде со стоматологией. Они мне сказали, что одна коронка такая, как называется? К циркони, которую мы тебе делаем, немецкий. Стоит, я не спрашивала, какие. Стоит 34 тысячи рублей. Я посчитала. Ну, 340 евро одна штука. Да, одна штука. Это я посчитала. Мне вымется это где-то в полтора миллиона рублей. Мы за 135 евро сделаем самое последнее новейшее изобретение в коронках немецких Дентал Директ. Самое четвертое последнее поколение. Самые дорогие. Самые ВИП. Вот самые-самые крутые. Тебе сделаем за 135 получается одна коронка. А там за 340 непонятно какие. Дело в том, что многие говорят, вот циркони у вас дороже, у вас дешевле. Циркони, циркони и рознь. Куча марок, производителей и поколений циркони. Их 4 поколения. Первое, второе, третье, четвертое. Я пишу о разных. Вот. У нас есть, допустим, циркони турецкий. И который никому не ставим, только если там немцы попросят. Нам подешевле и пофиг, что они неестественные. Вот. Они вообще там копеечно стоят. Да, можем вообще очень дешево зубы сделать. Но это будет некрасиво, допустим. Да, они не будут настолько максимально естественные, как, допустим, немецкие, которые не отличаются от ваших зубов вообще. Вот. Просто многие начинают сравнивать. А давайте сравнивать одинаковый материал. И если вы материал возьмете тот, из которого мы изготавливаем, там коронка вообще может стоить там не 34, а 40 тысяч, 50 тысяч рублей, 70 тысяч рублей. Одна коронка может стоить. Вот. Поэтому делайте выводы. Все. Целую и обнимаю. Пока-пока. Ну все. Прошло 5 дней. Мы со Светланой закончили делать зубки. Светлана, покажи, какую красоту тебе сделали. Как ты? Как вообще прошло все это дело с тобой? Ну, что сказать? Я с зубами. Было больно. Было очень больно. Я вчера очень плакала. Потому что, ну, было больно. Когда примеряют уже постоянные коронки и нужно туда-сюда одевать, нельзя делать укол, ну, чтобы чувствовать прикус. Это такой больной момент. Плюс, когда коронки одели, надо убрать клей, который туда под десна. Это самое больное. Вот эта чувствительность десен, когда их там раскручили, клей вытаскивали, это такая процедура неприятная. Вот. Это единственная боль, которая вот самая такая. Да. Ну, а так все терпимо. Потому что, ну, в остальное время-то хоть наркоз можно сделать, анестезию. А вот когда самый последний этап, у кого проблема с чувствительностью десен, вот, ну, допустим, у меня, это жесть. Я, когда лечу каналы, даже мне пломбы меняли, мне эти коронки ставили, я отказывалась от анестезии. Но когда что-то делать с деснами, все, это как-то я не могу. Что еще у тебя по впечатлениям? Ну, я уставшая, устала за пять дней в Турции, конечно. Успела хоть отдохнуть, на шопинг сходить там, не знаю. На шопинг сходила, да, брюки себе купила, рубашку мужу. Сегодня уже самолет, все, мы Светлану отправляем обратно в Вологду. Сразу песенка вспоминается в Вологде, где-где-где. Что-то есть пожелать зрителям нашим? Приезжайте, делайте зубки. Не бойтесь ничего. Не бойтесь ничего, все терпимо. Можешь еще вот так вот близко, и вот так вот показать, что тебе сделали? Ну, красиво, очень красиво. Свет, форма здесь на месте уже будет подбираться. Ты не помнишь название Света? Не помнишь? Оно на меня такое нечистое, белый был. Желтоватый такой. Один М1 цвет, вот сейчас подсказывает переводчик. Один М1, это натуральный цвет, он такой, чуть-чуть желтизна, градиент. Чуть-чуть такой сероватый, ну, более подъестественный. Да, ну, я побоялась сделать пожелтее, но вообще, если бы я выбирала сейчас, я бы сделала чуть пожелтее. Как-то мне белые, ну, привыкну. Не надо, будешь вот такой красивый, зачем тебе пожелтее? Пожелтее у всех есть. А вот беленькие. Ну, тем более, у тебя не такие прям белоснежные, вот знаешь, как немцы делают. Европейцы, они прям белые делают, да, мы их называем белые унитазы, вот. Вот, ну, у тебя не такой цвет, у тебя естественный. Вот я сейчас вот смотрю, на видео прям сильно белый, а вот так у тебя он такой с желтизной, и такой переливается градиент. Не, нормальный у тебя зубки. Все, ребят, если какие-то вопросы, пишите под видео, я всегда с удовольствием отвечу. Плюс пишите в чате, все пациенты, которые к нам приезжают, они в чате. Можно каждому написать, задать вопрос, если чего-то вы там хотите узнать, всегда вам ответят. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok